Привет, друзья! Слушайте, как-то у меня видно будет плохо. О, вот так я сяду к вам. Да. О, классно. Классно, что кто-то есть. О, так будет лучше видно. Что-то есть кроме меня. Собираюсь в Улан-Удэ. Улан-Удэ. Не был там ни разу, это Бурятия. Вот, потом это я буду уже там завтра. А, буду после завтра, там уже время вперед. Да, в Томск. В Томск, наверное. В Томск я очень хочу поипасть, потому что у нас там есть друзья. Отличные фото позади. Вот. Вот. Ребята хотят встречающая сторона отвезти. Нет, я Санкт-Петербург. На лыжи кататься. Но из меня такой лыжник сомнительный. Поэтому я вот не знаю. В общем, эксперимент. Слушайте, вот видите, сзади компьютер стоит. Написал первую часть сегодня. Варил. Вообще приглашали. Очень хочу. Сзади вот компьютер стоит. Написал первую часть статьи по поводу эксперимента. Пошел третий месяц. Вот. Что ж так фигово видно? О. Пошел третий месяц. Завесился. Примерно то же самое. 115-114. Вот. Пока, пока все хорошо. На спину статодинамики все те же самые, кроме становой тяги. Конечно, становой тягу не использую. Нет, у меня Wi-Fi быстро очень. Поэтому, ну, в Тверь без меня съездили. По жиру, визуально по жиру ничего не прибавилось. Пардон, стало худеть задница. В Иркутске буду, да. Тресет, холодный пот. Ну, а что холодный пот? Ничего не посоветую. Дурака не валяются. Сахар падает. Это понятно. Да, я знаю, Юлька приезжала. Причина меняет сплит. Да вы, когда говорите о сплите, вы считаете, что это набор упражнений. А я считаю, что сплит это такая величина переменная. Не нужно относиться к этому как к статическому величине. Можете менять вообще от недели к неделе. Суть не будет меняться. Нет, не в Иркутске, а будет в Ангарске. Да, в Ангарске. Количество грамм белка, но меньше двух мужику, конечно, белка недостаточно. По углеводам надо подбирать. Ой, вот медицинские вопросы. Вот сейчас после родов, какие рекомендации. Вот только что мне девушка писала ВКонтакте. Причем она почему-то считает, что я игнорировал ее или как-то не ответил неадекватно. Медицинские вопросы я написал, что я реально не знаю. Ну, действительно не знаю. Это очень сложно для меня. Креатин, как пить по инструкции. 5 грамм в день отдыха, 10 грамм в день тренировки. Где-то 4-5 недель. Поэтому при беременности у меня у партнера, все, наверное, может быть, знаете, кто следит Миши Гоманюка. У него жена, ну, собственно, дочке уже почти год, но на всем протяжении она пила протеин. Ну, еще раз говорю, это не рекомендации, я не врач. В Иркутске. А мы поедем, я даже не знаю, как из Улан-Удэ до Иркутска добираться. Я посмотрю, там 400-100 километров. Почему? Вижу сообщение. На видосы о ненужности быца. Да не буду я ничего писать. И все эти выпады, не буду на них реагировать. То есть, конечно, хочется написать этому персонажу, ну, если он считает достойным какие-то выпады личные, да, оскорбления, пускай он... Мы живем в одном городе, и если будет желание встретиться, я с удовольствием обовясняю ему, как нужно общаться с незнакомыми людьми, которые существенно старше его. К Мирону, да, хорошо отношусь, у него своя аудитория, поэтому прекрасно отношусь. Рыбий жир и масло и то, и другое. К меня льняное масло и то, и другое. Рыбьего жира 3 грамма, льняного масла 2 ложки. Да, про Сацолина. Ну, еще раз говорю, ну, слушайте, я, как мне кажется, ну, если я отреагирую как-нибудь, то, наверное, придется делать это жестко. А смысл-то какой? Ну, пускай пишет очередной глупости, в мою сторону какие-то выпады. Ну, не знаю. Я даже не смотрел, мне просто говорили бы. Спину. Ну, потому что вы тянете руками, когда качаете спину. Слушайте, я не знаю, здесь можно поставить аватарку, да, на... Не знаю. Нет. Да нет, ну, ладно не обращать внимания, мне уже с утра 10 человек написало, как я отреагировал. Ну, никак не реагирую. Ну, слушайте, все, что там сказано, это из разряда омега-3 практически нереально. О, кстати говоря, как разговор об омега-3. Только что, ну, если будет интересно, кстати говоря, могу показать свои анализы. Мне не стыдно, потому что сдал все, включая тестостерон, и вы не поверите, мой собственный германальный фон в норме. Ну, это реально, то есть мне не стыдно. Пускай ниже среднего референсного значения, но у меня уровень тестостерона в норме. Все... Немножко увеличены показатели по печени, но у меня был гепатит, я уже говорил. Ну, очень несущественно. Олимп Лабс... Я слышал, что какая-то фарма есть, по-моему, под этим брендом. Я не знаю, что такое. Вот, поэтому не скажу. К тому же я не очень хорошо разбираюсь во всех этих брендах. Ну, не было нужды. При повышении АЛТ... При повышении АЛТ... Нет, у меня был гепатит А в институте. У меня чуть-чуть завышено АЛТ, АСТ, но после тяжелых нагрузок это приемлемо. Я купил в Индии ЛИФ-52 пью по инструкции и гептрал ставлю. Внутривенно. Ну, и вопрос. Вообще, чтобы росли ягодицы, конечно, лучше делать на 6-8 повторений, потому что ягодицы лучше отзываются на глубокий сет. Сегодня выходной нет. Вот сейчас закончил писать, сейчас поеду еще от работы, а вечером собираться надо. Завтра самолет через Москву. Ну, такой тяжелый перелет был. Поэтому ГТО не знаю. Ну, в Санкт-Петербурге будете в мае, пишите, может быть, получится потренироваться. Не знаю, потому что у нас клуб, у нас гостевых визитов нет, а раньше я всех приглашал. Ну, что значит, начав заниматься 25 лет, я первый раз выступил в 33 года. Имея достаточно большое количество уже имеющихся заболеваний. Руки на многоповторку отзываются лучше. Ну, это реально, это не реклама. Да, статодинамики нужно подчеркнуть и медленный темп. В Челябинске не знаю. Помогает на фоне диеты, жиросжигательная кофеина, конечно. Гипомерц не пробовал никогда. Знаю про препарат, но то, что не пробовал, не отвечу. Ну, к сожалению, будет неправильно. Да, медленное повторение с неполной амплитудой. Фрукты, немного яблок ем, но незначительно, потому что сейчас кардио не делаю, приходится более жестко с углеводом слезать. Ну, слушайте, я теперь стал как ботаник. Я провожу в тренировках, в работе, чем восполнять омегу-3. А зачем восполнять? Почему вы не хотите просто омегу-3 попить? Вот. И часа 3-4 в день перед компьютером провожу. Глютамин есть смысл? Есть только в одном случае, если вы достаточно белка потребляете. Липо-6 рабочая, почему нет? Нутрикс хорошо делает. Какой хват лучше тяги, штанги в наклоне? Ну, если широко возьмете задние дельты, будете тащить. Нет, каждую тренировку руки качать не нужно. Вы что? Никогда. Они будут разрушаться, чем строятся. Первый результат. Ну, может быть, сегодня сделаю пару фотографий. Кардио натощак при массовом наборе. Если вы с фармподдержкой, вообще без вопросов. Без. Нужно аккуратненько следить за, как раз именно за динамикой по мышцам. В единоборствах, единовременно в троеборе, я думаю, да. Рыбьего жира достаточно для омега, штук 3, 6, 9. Ну, на самом деле, а, в комплексном, слушайте, мы практически все с вами находимся в переизбытке по омега-6. Примерно сочетание должно быть омега-6 к омега-3, где-то 6 к 1. А мы реально едим с вами где-то 25-30 к 1. Не абсолютно. Количество вторений вообще не имеет принципиально значения. Нет, гептрал не может навредить. Гептрал может как раз ускорить восстановление клеток печени. Гептрал классный препарат. Знаю огромное, не буду называть фамилии спортсменов, таких прямо известных, с которым общались, и гептрал они используют, ну, как раз вот для восстановления. Поэтому, да, 2 грамма достаточно. А вот с икрами, если они вдруг у вас не растут, ну, по каким-то причинам, я только единственный вариант нашел, это высокоповторный. Ну, холестерин. Скорее всего, тут два варианта. У меня, кстати говоря, оказался в норме. А еще 3 месяца назад был холестерин, у меня немножко был завышен лип протеинов высокой плотности. Вот, сейчас, слушайте, два варианта. Либо поискать причины завышенного холестерина. Это зачастую, это уже физиология. И тогда, смотрите, если высокое, уже они действительно высокое, тогда статины принимать. А если вопрос коррекции питания или белковая составляющая, тогда можно, собственно, отрегулировать. Ну, добиться успеха без фарма можно. Блюдо какое, слушайте. Я настолько, у меня узкий, узкие меню небольшое, да, что у меня, мне в этом отношении практически любая пища, я очень люблю. Какое количество углеводов можно поднижать в течение дня с каждым приемом белок увеличивать? Нет, творог не ем. Суши люблю. По углеводам, я тут сделал реально целый, там, несколько дней читал, точнее писал, сделал целую такую памятку по, может быть, выложу когда-нибудь в интернет, но я знаю, что если я выложу, да, дистанционно тренирую, даже, даже чемпионов России удавалось оттренировать. Ну, не знаю, как-то вот, нет, но у меня сейчас, конечно, Гиптрал делал 5 ампул через день раз в два месяца. Как делать силовые с межпозвоночной грыжей? А что вам запрещено? Вам запрещены вертикальные нагрузки в виде приседаний и становой тяги, а все остальное ради бога. Что вам мешает развивать свои силовые сжимыми ногами, как приседами? Как можете дистанционно тренироваться у вас? Написать мне в личку, но сейчас, на данный момент, это практически нереально, потому что до конца сезона мне нужно довести спортсменов. Если пить не хочется, то надо ли допивать до нормы? Надо, надо. Просто, если вы пили литр, а вдруг вычитали, что нужно 3, по 1 через день 5 ампул, да, да. Ну, я ставил так. Не упадка сил, ну, 5 литров воды в день не надо, нет. Бывают упадки сил, но тому обычно есть причина. Да, дистанционно напишите мне, ну, еще раз говорю, в Казань, слушайте, приглашали, не знаю. Не знаю, что в козьем твороге содержится, но просто недоступен он для меня, и я очень люблю творог, и знаю, если я сорвусь на него, то все, дело плохо. Для троеборья нет, я ничего в этом не понимаю. Ну, реально, я знаю, что есть специалисты, которые поставят вам силовые результаты гораздо быстрее, чем я. И мне предлагали деньги, и достаточно прилично, но, если я в этом ничего не понимаю. Можно, но вы понимаете, что недостаток воды приводит к тому, что ваша кровь становится густой. Ну, почему нельзя? Конечно, можно заниматься, у вас больше ограничений по пище, нежели по тренировку. Ну, конечно, нужно сушиться, у меня сейчас несколько спортсменов, ну, не спортсменов, клиентов, которые никогда ничего не использовали, но они хотят к лету увидеть свою прессу, и у нас все получится. Так что, а по воде, да, забыл сказать, если вы пили литр, а потом решили три, то ваш организм, ваши почки будут очень сильно удивляться, поэтому количество воды нужно увеличивать постепенно, так же, как и все, ну, и все нутриенты, которые, интенсивность упражнений не влияет на динамики, ну, что вы под интенсивностью понимаете? Интенсивность – это вес снаряда в процентном соотношении, то есть, я тренируюсь сейчас интенсивностью 30-40%, то есть, сейчас я уже умудрился перейти нажим штанги лежа в 50 килограмм, присед 50, махи гантелями 4 килограмма, бокал вина на выходные и вот, когда приглашают ресторан. Ну, кальций вообще из молочки усваивается крайне неэффективно, поэтому, в общем, расценивать творог как источник кальция – это вопрос еще наличия и усвоения. Антиоксиданты – гинкобелоба, лучший антиоксидант, он достаточно дорогой, но вы удивитесь, как он работает. При силовом пампинг, креатин, да все то же самое, до 10 грамм, потому что я тренируюсь в статодинамике, молочка практически нет, сейчас стал употреблять, вот мы были в Австрии, без натурального йогурта, без вкуса. В Самаре обязательно приедем, Леха нас зовет, поэтому обязательно приедем. Желатин для суставов имеет смысл? Ну, если не коллаген, то желатин, да, желатин будет гораздо, в этом отношении. Вопрос усвоения, просто гидролизованный коллаген, да не обязательно именно соком запивать, просто считается, что инсулин, который вырабатывается, причем на сок-то, кстати говоря, инсулин особо-то не вырабатывается. Новосибирск, обязательно будет. Просто считается, что сладкое, что-то сладкое, что повышает уровень инсулин, транспортирует креатин. Вот вопрос, не знаю, для поддержания формы или для роста, ну, вначале была идея попытаться удержать, а сейчас есть хорошая тенденция, талия минус 4 сантиметра, по рукам, по всему остальному также, ноги остались также, спина стала менее глубокая. Ну, тринеталов, гуприн, слушайте, ну, они действительно расширяют сосудистые, сосудистые проникновения крови, ну, такие большие дозировки надо пить. Мотивацию? Бывает, конечно, бывает. Удачи вам, да, я сейчас тоже пойду. Я, знаете что, ребят, я на Байкале выйду, я не знаю, какой там интернет, потянет ли он, но, кто-то из вас, наверное, живет там, да, в Иркутске или, может быть, в Улан-Де, в Бурятии, но, многие не были никогда на Байкале, а я был, там реально круто. Вот, поэтому, постараюсь включиться там и показать, как там красиво. Но я думаю, что красиво, в прошлом году мы были позапрошлым. Прямо у истока от горы я греку замен не использую, поэтому, думаю, там будет очень красиво. Это не вы пришли к выводу, что присед для длинноногих не самое лучшее упражнение, это я пришел к выводу еще лет десять назад. Я, конечно, с вами согласен. К сожалению, длинноногие, биомеханика такова, что глюкозамин не бывает, он не дает помощи, он просто работает в отношении с хрящевой станой ткани. БЦА почему? Имеет, конечно, смысл. После тренировки оптимальное количество кардио, я считаю, что больше 30 минут начнете подсыпаться. Ну, опять же, мы говорим о натуральном тренинге. Воростов-на-Дону, вот не помню, сейчас будет следом Вологда-Череповец, потом будет Ярославль-Рыбинск. Да, глюкозамин, он безусловно работает, просто дозировки, посмотрите, я сейчас не помню, я вот сейчас тоже табличку составлю, какой БЦА. Слушайте, вопрос производителя. Ну, вот доверяете Optima Nutrition? Optima Nutrition доверяете фирме Sun? Будет Sun. БЦА в день? Ну, кстати говоря, мне, знаете, даже странно, что в этом ролике я был фактически таким антиподом у Тацурина, потому что я единственный, кто, по-моему, в этой стране говорил о том, что не надо пить БЦА, как сумасшедшие, что дозировки порядка 15 грамм более чем достаточно, в то время как там Гостюнин, Щукин, то есть, кстати, при всем уважении к ним, да, говорили, что надо есть по 50-60 грамм, а то и 80. Поэтому, поэтому БЦА, 15-20 грамм, больше не нужно. Да, натурально может тренироваться. Ну, то, что Тацулин с дочей связано, я не знаю, да он сам не скрывал, что Тацулин, что доча спонсирует его исследование. Эпитонделит телестроительство, друзья, вот по эпитонделиту, найдите в журнале «Железный мир», я у Димки и Ковина, кстати, могу поспросить, у них была очень классная статья по решению проблемы как раз вот локоть теннисиста, эпитонделит локтевого сустава. И я давал эту статейку, читайте, люди выздоравливали, то есть там такая очень мощная интересная схема. Да, конечно, с Андреем знаком с Хоровным. Так что вот про эпитонделит прямо набейте в поисковике «Железный мир», локоть теннисиста или эпитонделит, и там будет очень интересная статья. Крус в коленях, слушай, это сенавиальная жидкость, скорее всего, уже есть проблема, нужно разбираться, что-то у вас в питании нарушено. Да, Украина, привет. Слушайте, ну, вы бы знали, как я хочу оказаться в Киеве. Очень хочу. БЦА-2-1-1 считается более физиологическое и естественное соотношение. Растяжку делаете? Не делаю, но знаю, что надо делать. Растительные антиэстрогены? Слушайте, не знаю, честно говоря, так и не припомню. Девушкам, смотри, что? Николаев, да, привет, Николаев, очень люблю его, этот город. Я надеюсь, мы, когда были там в 88-м году, не сильно его разрушили своим поведением сумасшедшим. Как ощутить жжение в мышцах? Амплитуду укоротите и постарайтесь не выключать из работы. Быть с вами на сушке нежелательно? Почему нежелательно? Вы поймите, у вас два варианта. Либо вы будете рушить мышцы, либо за счет небольшого инсулинового отклика снижать процесс жиросжигания, но вы все равно за счет кардио все сделаете. Ни в коем случае. Для профилактики я бы для профилактики связочного останова попил бы коллаген, а не глюзамин с хондриетином. Только коллаген должен быть с витамином С. Ну, зачем сахар? С ума сошли. Не надо сахар. Сахар вообще, если только вы там, не знаю, эктоморф и у вас уровень сахара в крови падает, почему не сделать свой канал? Потому что им нужно заниматься, но какой-то мерзавец уже открыл канал под моим именем. Сейчас надо будет как-то как-то напрячься и закрыть его. Да, вам надо для того, чтобы спину укреплять при грыже, скорее всего, не хондропротектор. Вам нужно просто правильно найти тренировочную схему, без осевых нагрузок и поискать возможности либо прямой, либо обратной гиперэкстензии. Потому что в зависимости от расположения грыжи не всегда гиперэкстензия работает. Ну, не знаю, можно подумать. можно подумать про канал, не знаю, просто сейчас почти все каналы. Да, Читмил одобряю и сейчас практически все спортсмены у меня используют загрузочный день или разгрузочный. в суд подать. Ну, одного уже закрыли сейчас, но они открываются по-новому. Болит при гиперэкстензии слабо чувствую, но попробуйте обратную гиперэкстензию, когда у вас туловище закреплено, обратно делайте ноги. Не вы первые, кто гиперэкстензии во время гиперэкстензии наоборот получает отрицательный эффект. Поэтому ну, видите, кому-то помогает, кому-то нет. Это к разговору о том, что нет универсальных рецептов и когда гении говорят, делай так, не ошибешься, не факт. Ну, зачем Читмилова есть, пока не лопишь? Ну, конечно, нет. Ну, просто где-то 1 к 4, 4 раза увеличивайте количество углеводов и будет... Нет, а почему бытца должна быть? Если вы употребляете в процессе тренировки, они просто выступают за углеводы, то есть, они фактически окисляются и становятся источником энергии. Кстати говоря, их не 3 аминокислоты, лицин, валин и залицин, их на самом деле 6. Это, сейчас, дай Бог памяти, глютамина, спорогина, аспорогиновая кислота. То есть, по идее, должно быть в БЦАшках в идеале, то есть, добавить еще 2. Ну, кстати, Оптимум сделал уже БЦАшка с глютамином, но это не реклама, кстати говоря, это просто факт. Просто, действительно, выяснял, почему именно эти 3 аминокислоты, да, разветвленные цепочки, быстро усваиваются. Сколько у вас среднего объема бицепса, слушайте, лет 5 не мерил его, не знаю, ну, наверное, около 49-50, не знаю, ну, неинтересно, если честно, как-то, куда уезжаешь, говорил, в Улан-Удэ и в Ангарск. Потом вернусь сразу в Москва, ну, точнее, Владимир. Ой, слушайте, ну, вы же понимаете, вопрос генетики, понимания. Если бы мне вернуть лет на 10 назад, гораздо быстрее все было. Самоценка только зеркало, ну, да, зеркало. А печень чистить, слушайте, только делать это нужно правильно. Все вот эти дюбажи, да, то есть, если хотите правильно почистить печень, почитайте, как это делается, потому что были, были и обострения. Нет, моя жена самостоятельный тренер, она чемпион, вице-чемпионка России, неоднократная чемпионка Северо-Запада, она самостоятельная единица, и более того, сейчас я улечу, и она будет работать с моими клиентами. Она, как бы, она понимает во многом больше, чем многие. Коллаген, вот коллаген стоит попить, да не за что. Сколько она стоит персонал-тренировка, ну, не буду ее называть цифрой, потому что, ну, просто для Москвы это недорого, для Питера достаточно, а для, там, условно говоря, Саратова, это цифра вообще фантастическая. Ну, просто это, не я придумываю эти цифры, просто это статус клиентов, их на выпады, ну, если смотрят, на что выпады делать, если ягодицы, то, опять же, я считаю, больше восьми не надо. Нет, жена так же тренируется, как я, просто у нее, в основном, работа с девушками, конечно, несколько менее агрессивно они тренируются, это я пожестче. А, скорая, да, кстати, едут. Я не знаю, что это за добавка, китайская добавка для набора, не знаю, что, честно говоря, ну, для регионов ценно возможно. Ну, я знаю, какого мне говорил параглюкозамин, хондроитин, поможет суставам, это к разговору о том, что сидят ботаники и рассуждают, на основе исследований, которые им очень нравятся. Тем не менее, добавка работает. Просто дозировки, время, ксб-55, ваше мнение, ну, я не знаю, по-моему, какая-то пурга. Ну, еще раз говорю, никогда не пробовал. По-тоге, мотаге, я допускаю, что я предполагаю, что это никогда не пробовал. Как выразить пропорции груди, если он остается, ну, а, соответственно, на отстающую мышечную группу каким-то образом увеличить нагрузку, либо рычажный тренажер, а если это связано с креплением, то, к сожалению, мышечные крепления, вы ругаетесь матом. кто-то сказал, что ругаюсь, крайне редко, при тренике, нет для печени никакой, стараюсь не ругаться. Ну, после хандры протекторов, ну, вот у вас, как будто бы у вас дилемма, ца не стыкали, принять или не принять. Попробуйте, хуже не будет. постановка ног, пропустил, как картофель относится, да, ну, не ем я его, опять же, это связано с моим обменом веществ, и, соответственно, я его исключаю, потому что начну набирать еще быстро, который не мотивится. Вкус протеина может влиять на ЖКТ, я не слышал таких, но это может быть просто какой-то производитель, нахалтурил, да, вот, поэтому, сейчас, секундочку, если что, для профилактики печени, говорю, я в Индии купил лифт-52, вот, и, корсил, это, по-моему, если я не ошибаюсь, расторопша, вот, поэтому корсил будет в тему абсолютно, поэтому, ну, да, Зина Руденко, ну, она все равно не поняла, о чем я говорю, просто ей проще тренироваться иначе, так, как изолировать внутренне, постановкой ног, попробуйте, как-то вот, сделать, может быть, поиграть, вот, постановка ног, потому что, игры все-таки требуют, такого комфортного, нервомышечная, нет, в чем проблема, пропустил, сейчас, секундочку, извините, сейчас, одну секундочку, отвечу, отвечу, французский жим для локтей, чуть не наторвал себе локоть, поэтому, к сожалению, вот так вот, сейчас, про пиявки, ну, слушайте, у меня есть знакомый спортсмен, который сейчас, имея проблемы с сердцем, занимался, как раз лечением пиявок, вот, как бы, вот так, ну, а ширина спины, вы же понимаете, Q10, есть ли эффект, офигенный эффект, куэнзим Q10, если у вас есть проблемы с давлением сердцем, если вы принимаете бета-блокаторы, они очень митохондриальные, как раз, часть сердца, сердечная мышца, воздействует очень хорошо, обязательно, а там, практически, в хорошем, гидролизованном коллагене, должен быть витамин С, просто посмотрите на упаковке, это обязательно должно быть, взорвать грудные, слушайте, ну, а как взорвать, циклические тренировки, сейчас, секундочку, так, динамит, за 1-2 месяца, сколько кардио делать, это много нужно делать, кардио, а то, что печень чистит и кровь, не знаю, кто его там, не знаю, честно говоря, нет, сейчас все уже посложнее, чечевица на диете, неплохо, кстати говоря, сейчас мы сняли видео, оно выйдет, там несколько сложнее будет, по, по схеме, будет не просто тяжелая, легкая, будет несколько сложнее, милдранат, да, я тоже делаю внутривенно, внутривенно делаю, вот, поэтому, две протрузии, полтора, да, да нет пока, пока не появится грыжа, но все равно у вас есть нехорошая тенденция, с периодизацией, ну, вот, собственно, нужно понимать, что под периодизацией, имеется ввиду, просто для многих, это первый период массонабора, потом и так далее, я называю циклированием, вот, тут ребята отвечают, как правильно медиальную загрузить, слушайте, я тут недавно, сейчас, как раз перед семинаром, думал, и, интересная история, к разговору о приеме пищи, оказывается, только сейчас сообразил, важно, нет, выступать не буду, важно время, потому что, если вы съедите за полчаса сложные углеводы, или даже за час, предположим, процесс усвоения, они останутся в желудке, дальше, когда вы начинаете тренировать, включается симпатическая нервная система, она практически блокирует процесс усвоения, и ваша пища, которая должна уже в виде энергии, быть использована в тренировке, она будет ждать своего времени, и когда вы закончите, по идее, вы должны тренироваться, на тех самых углеводах, вот тогда они до переварятся, и скорее всего, вместо затратной энергии, они пойдут как раз аккумулироваться в жиры, поэтому часа два, по тренировке нужно обязательно, во время курса, поддерживать, хуже не будет, вот, поэтому обязательно, например, часа два, обертывание, ну, вообще, бред, но я делал, обертывание пленкой перед кардио, бред, но я делал, успехи, я надеюсь, все хорошо, ну, как, если вы хотите есть, когда приходит на тренировку, как-то разбирать, ну, как минимум, там должны быть реально простые углеводы, потому что сложные, никак не усвоятся, сульфат магния, смотри, в каком виде, если вы пьете, то есть, он будет как, ну, трудно сказать, я его пил как слабительное, перед, можно ли на одном белке, можно терять вес, вместе с мышцами, скорее всего, это будет, это практически наверняка, панангин, я считаю, что нужно пить, особенно, если у вас интенсивные тренировки, можете, а с парком он дешевле, по сути, то же самое, да, тула, привет, привет, я привез, из Тулы, пряники, привез, нет, не халаток, другого называется, набирать в неделю, 600 грамм, если правильно выстроена тренировка, да, вкусная, помогает ли пояс, слушайте, мне должны сейчас привезти, из Европы, пояс, не штангистский, а вот именно корсет, для мужиков, рибоксин, да, 6 таблеток в день, применяю, в Ростове, в Ростове, в Ростове, не помню, я просто не помню, кто откуда, Левзея, ну, слушайте, работает, она свои задачи выполняет, нет, предтреники не используем, в Нижнем Новгороде, не знаю, скоро, Стас, были в Волгограде, да, был очень, мы как раз в Алекс Фитнесе, проводили семинар, оттуда прямо, родина-мать, видна, Миллоктионов, это человек, синтол, да, мы знакомы, но не знаю, с какого города, рибоксин, на постоянной основе нет, когда интенсивные тренировки, рибоксин и спонангином, да, рибоксин и спонангином идеально, идеально, вообще идеально, из Ростова, ну, про корсет расскажу, просто нужно померить, мне привезут его в четверг, а я улечу в среду, поэтому очень хочу, то есть это реальный корсет, который полностью от грудных и до талии, обязательно, сколько их пить в месяц, я пью, когда тяжелые объемные тренировки, я разговаривал с врачами, кардиологами, по сути можно чуть ли не на постоянной основе, корсет исключает из работы косые мышцы, и, соответственно, уменьшает объем талии, в форму в межсезонье, но у Ишанькина Александра Сергеевича, что с ним говорить, это человек монстр, человек скала, мутант, он крутой, он крутой, в кроссфете, Левзея не помню, никогда не выдумываю рецепты, просто беру, читаю, да, много фактор на тренинг, на ноги актуально, а фарм поддержки нет, не будет никогда, и одна из причин, даже если бы я перестал, быть спортсменом, который сотрудничает, или является спортсменом команды спортивного питания, я в этом реально не очень хорошо разбираюсь, я не специалист, есть люди, которые разбираются, которые очень серьезно, и они в процессе подготовки процентов 70 успехов возлагают на фарм поддержку, а я, к сожалению, процентов 70 возлагаю на тренировки питания и на дисциплину, поэтому ничем не сказать, то есть я знаю, что люди есть реально, разбираются, но постоянно на основе, что у меня есть, пью, курино-зимку 10, но это не оптичный, правда, препарат, хотя он есть в аптеке, продается, витамины, омега-3, ну, наверное, все на постоянной основе, то есть, альтернатива приседу, любое, посмотрите, возьмите, снимите видео сбоку, как выглядит присед, а потом лягте под жим ногами на платформу, и сымитируйте геометрию движения, и вы увидите, обычный, комплексный, ну, я пью оптимин, естественно, так любые, у кроссфити, ну, как к нему относиться, как к соревновательной дисциплине, я пью, слушайте, по-моему, там дозировка 5 мг, по-моему, я 15 пью, он сейчас не вспомнил, аргинин, нет, не принимаю, я без него, как бы, в статодинамике такая наполненность, компотом, витамины, не знаю, что это значит, компотом, витамины твенла, под них лучше, ну, тут нечего лукавить, скажу, как есть, бета-каротин, да, есть, я покупал в Шилляндии, есть, это будет, если бросите пить и тренироваться, не знаю, что будет, дело плохо будет, 100 мг, значит, ошибаюсь, я просто не помню дозировки, честно говоря, вот, в голове не удерживается, значит, у меня дозировка 200, пробовали термогеники, да, пробовал, сейчас все убрал, опять же, в рамках эксперимента, никаких жиросжигателей, никакого кардио, креатин, вместе с бета-аланином, ну, бета-аланин, то есть, вы же понимаете, основная его задача, то есть, есть предтреники, где он содержится, бета-аланин, креатин, бета-аланин, является бустер, молочной кислоты, очень классная, добавка, в районе 3 грамм, полтора-три грамма, для кроссфитеров, для бойцов, борцов, единоборцев, очень классно работает, вот, так, чтобы этого, достойно, я повторно не считаю, я считаю, секунды, 40 секунд, я выполняю, либо приседания, либо жимы, я во время древности, пивоца, пострадки не пью, почему, что значит, толк есть, ну, конечно, есть, просто вопрос, да, 40-40, а, боль пострелок, но роста нет, по одной простой причине, что никак, калия ротат не пью, пью другие к соли калия, то есть, такие, как панангин, аспаркан, после 40, все то, что является профилактикой для сердечно-сосудистой системы, а еще лучше, реально, сдавать анализы, я вам клянусь, я вот сейчас, потом, кому-то интересно, будет, возьму на компьютере, открою, мне реально не стыдно показать свои анализы, способ просушиться, без фармподдержки, кроссфит, это способ развалиться, скорее всего, а не просушиться, потому, что такая высокопульсовая зона, конечно, да, я думаю, вот, поэтому, а кроссфиту хорошо отношусь, просто, в моей молодости, это называлось круговая тренировка, и задачи у них были, совершенно другие, да, панангин, с парком, одно и то же, это соль и калия, и магния, будет ли взаимокопресса Q10, в теории, в аксе нет, не будет, Q10, общаясь, работает, относительно митохондрии, причем, в отношении, как раз сердечной мышцы, очень хорошо работает, поэтому, есть смысл, если, ну, я один раз в неделю, есть специализация, это два, я бы не стал, то есть, это, и там, и там калия, просто разные соли, поэтому, панангина, либо аспарканбе достаточно, Дмитриев, не знаю, не видел, думаю, что нормально, честно говоря, не в курсе, думаю, жив-здоров, все остальное, собственно, чего еще нужно, думаю, что, все в порядке, подпластителем, стараюсь, не использовать, потому, что, большое количество, приводит к выбросу, инсулина, в моем случае, я очень внимательно слежу за этими колебаниями, потому, что понимаю, что, в данной ситуации, как он сегодня, я нахожусь, с точки зрения, опять же, своего эксперимента, подкожный жир, это важно, как натурально просушиться, да, точно так же, нет, крепко и не пью, тысячи лет не пил, вино красное, это максимум, натурально просушить, то же самое, ну, как рыбий жир, если он нормальный, то, понимаете, у нас в аптеке производится рыбий жир, а нужно пить рыбный жир, а рыбный жир, это жир, который не из печени рыб, а из самого мяса рыбы, поэтому он не может стоить дешево, приличной консультации, возможно ли разговор на тему фармподготовки, попробуйте ради реза написать, я вам откажу, ну, я реально отказываю, в 90% случаев, не потому, потому, что если я имею возможность отговорить человека, используя фармподдержки, то я это делаю, вот, а если этот спортсмен, реальный спортсмен, он для себя все решил, со мной или без меня, и он хочет выступить, и он прекрасно понимает, что есть определенные вещи, то, конечно же, тогда возможно, но, можете еще раз говорю, ради интереса, написать мне, и вы увидите, из 10-ти 9 я откажу, потому, что прекрасно понимаю, что кому-то это не надо, кому-то это просто блажь, а кто-то просто еще башкой не дошел, потому, что это, в общем, не то, что нужно. Какие проблемы использования фарма? Все те же самые, реальную качалку, с Невским, нет, не буду, а Меостатин, ну, слушайте, зачем его повышать, Меостатин надо блокировать, чтобы росли мышцы без ограничений, классика в сплите, для большинства подходит, да, вот, надо его понижать, спасибо, ну, пару мук тревляйка, ну, а вы как думаете, я уже говорил, что я над тем не обсуждаю, а вопросы, домыслов, ну, угадайте трех раз, есть смысл в легких тренировках, поддерживающие обязательно, есть смысл, да, с Ванькой знакомы, очень хорошие отношения, без сопроволова, вот сейчас на память не помню, что там в составе, честно не помню, опять же, уже память не та, уже не молодой, знаком, наверное, практически со всеми спортсменами, с кем-то в хороших отношениях, с кем-то просто знаком, но в целом знаком, не знаю, мне очень эпонирует, у меня, ну, я в отличие от большинства, не сужу у человеки по, по интернет-публикациям, от чего растет талия, косые мышцы, как стабилизаторы, очень активно участвует, сатрулин и аргинин, ну, сатрулин, минуем бетчалочный барьер, конвертируется в аргинин, поэтому, если на вас сатрулин и аргинин, не очень хорошо работает, ну, к примеру, да, как вы достигнут результат формы, а вот это искусство уже, тут надо уметь делать, а, если вы два друга, берете, стану, если спина здоровая, технически верно делать, а, если вы два друга, да, о, у меня скоро телефон всяет, и на одном аргинин работает, а на другом меньше, а пьете за одной банки, это не значит, что там его бог наказал, это значит, что его печень просто разрушает аргинин существенно, то есть, из десяти съеденных грамм, он получает всего там пять или четыре, с югаем что-нибудь придумаем, сейчас пока с другим, три спортсменов я снимаю, которого готовлю, поэтому, поэтому пока вот так будет, но, еще раз говорю, не хочу ничего сниматься, или снимать там, где нет никакого содержания, да, с Антоном, то есть, просто очередную какую-то тренировку, уже все переснимали, хочется какую-то идею нанести, если вес уходит, а объемы остались, это значит, что жир горит, но если еще и силовые остаются, то да, это не канал видео с Мановой, это проект для интернет-школы, в понедельник, нет, следующий, во вторник, буду в Москве, будем доснимать, где был последний семинар, по-моему, в Ка... ой, Господи, как же город называется, как город называется, двести километров от Москвы, Калуга, не помню, Тула, ой, ой, извините, Тула, вот, а, ну, видите, давление тахикардии, не знаю, честно говоря, все-таки, худых от венаминов должен быть, ну, если вы получаете из обычной пищи, да, если не получаете, льняное масло, ну, оно, фактически структурно, оно не энергетическое, поэтому я его пью утром, просто ложку, перед Куинзимом, Ку-10, потому что, на всякий случай, ребят, те, кто пьет Ку-10, помните, что это жирорастворимая добавка, и будете пить ее просто так, с утра на голодный желудок, нет, в Москве будет просто рабочая поездка, к сожалению, не за работу, а мне сейчас сядет телефон, это точно, похоже на это, после травм мениска, ну, постарайтесь просто убрать те упражнения, которые острые в этом отношении, ну, условно говоря, с выносом колена за носок, ну, честно говоря, надо подумать, повышенное давление вреда тренироваться, вредно, реально вредно, занимайтесь борьбой с гипертонией, только потом начинать, после аптечной фарматохимик, да, наверное, не знаю, я, у меня дочка, только что аптечную фарму принимала, у нее была ангина, и не думаю, что она уже химик, но, вторенький встал, да, уже сыпется кое-где, да, зимку 10 обязательно, после, после жира, обязательно, аминэнерджи, только дозировка, смотрите, креатин повышает давление, немножко водичка придерживает, но это несущественно, как узнать, повышенное давление или нет, есть такая штука, тонометр, померите, все будет ясно, цитрулин, дозировки, не помню, вот, честно, не вспомню, вот, постараюсь, постараюсь сделать табличку, для себя, может, выложу ее в группе, или у себя, про болезнь Жильбер, ничего не знаю, вот, поэтому вот, ребят, телефон садится, мне еще надо, кое-что написать, поработать, и поехать поработать, потом, потом, завтра уже в Москву, из Москвы, в Улан-Удэ, спасибо, так что, до встречи, с Улан-Удэ, с, 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 с Байкала, постараюсь, что-нибудь снять, там реально красиво должно быть, там, что-то такая температура, ночью 19, днем, минус 8, так что, надо как-то одеться посерьезнее, все, пока, и до встречи, мне через 5 минут, я буду готов, пока,